Просыпаетесь вы из похмелья, вы прислушиваете к каждому шороху, а вдруг в дверь сейчас кто-то позвонит, вдруг это полиция, берете свои вчерашние вещи и видите майку и штаны, они испачканы кровью. И вы думаете, блин, все хана, в мозгу есть такая штучка, она называется гиппокам, ну или допустим летом 2002 года. Вначале я нашел свои штаны и майку и увидел, что они в крови, что кого-то сильно избили. Мне очень сложно было это вспомнить, но я попытался и как смог, так вспомнил. Всем привет, с вами Леша, это канал Хочу Жить. Страхи из похмелья, паника, стыдливость, трусость, головная боль, тушняк, все вот это, давайте об этом поговорим. Просыпаетесь вы из похмелья, голова ужасно болит, состояние плохое, стушняк. Помимо того, что вам плохо, вам ужасно, вы не можете встать с кровати, но надо идти воды налить, если вы не заготовили бутылку, но скорее всего вы ее выпили уже. Вам плохо и у вас ужасное чувство стыда, вы не понимаете за что. Вы прислушиваете к каждому шороху, к каждому писку, к каждому скрипу, к тому, что происходит на лечество площадки. А вдруг я запил соседей, вдруг я нахамил соседей, вдруг я поругался, а вдруг в дверь сейчас кто-то позвонит, вдруг это полиция, вдруг я что-то натворил. Или может быть не полиция, может бандиты какие-нибудь, может какие-нибудь преступники меня может быть ищут. И все это у вас начинает в доходной системе мозга гоняться, по кругу все гоняется, гоняется, это вас угнетает, еще хуже вам делается, еще хуже. И тут вы все-таки поднимаетесь с дивана, берете свои вчерашние вещи и видите майку и штаны, они испачканы кровью. Вы думаете, ну все, что-то точно было, что-то я натворил. И тут у вас в мозгу начинается с таких воспоминаний, что какие-то крики, какое-то стопотворение народу, и что-то у вас, вам кажется, что у вас была драка какая-то. И вы думаете, блин, все хана. А это возможно просто вы по пьяни орали, что-то там, ну по пьяни, ведь эмоционально все разговаривают, кто-то что-то объясняет. А ваш мозг это воспоминание подогнал так, что как будто бы что-то было. Мозг не хранит долго воспоминания, он их откладывает, потом собирает из воспоминаний одно целое воспоминание. То есть воспоминания ложные становятся. В мозгу есть такая штучка, она называется гиппокамп. Вот она отвечает за информацию, за быструю информацию. Человек посмотрел, запомнил. И потом, если это важная информация, то он будет ее помнить. Если он ей не пользуется, то он ее отложит. И потом, через несколько дней, месяцев, лет, он вспомнит, только не ту совсем информацию. Вот всеми любимый и известный пример с яблоком. Вот возьмем яблоко, да? Вот вы помните, какое яблоко, допустим, ели в детстве? 15 апреля, допустим, 2002 года. Если вы ели яблоко в этот день. Ну, или, допустим, летом 2002 года. Так проще будет. Конечно, ели, но какое, где? Вот я помню, я у соседей, мы с другом залазили через забор, и собирали яблоки там, павшую, и рвали из дерева. Мальта. Но я сейчас, если вспомню, какое яблоко я ел, я помню, что мальта, он сочный, вкусный. Но конкретно, какое яблоко, я не смогу вспомнить. Ваш мозг соберет все по частям. Он вспомнит вкус яблока, он вспомнит зрительный, он вспомнит цвет яблока. Также он вспомнит, что яблоко было твердое, запах яблока. Ну, звук, какой звук, как срывали с дерева яблоко, только можете вспомнить. И все, и у вас воспоминания. А он собрал, у него хранится много разных яблок в мозгу. И поэтому он собрал нужное какое-то воспоминание. Также из похмелья, вы вспоминаете стопотворение, и мозг, вы думаете, что была драка, и мозг думает, ага, это важное, надо что-то ему подогнать, воспоминания. И он начинает собирать. И драка из вашей жизни, может быть, с кино, из книги. Он подгонит ее, и вы вспомните реальную драку, хотя ее и не было совсем. У меня был такой случай, наподобие. Я проснулся с похмелья, умирал прям сушняк ужасный. Я выпил две бутылки воды, и пришлось идти еще наливать на кухню. Я также боялся каждого шороха, боялся, что в дверь позвонят, боялся, что придет полиция. Мне казалось, что что-то было, вчера обязательно что-то было. Когда я пошел в магазин, я боялся всех, абсолютно всех. Я думал, что кому-то нахамил, с кем-то поругался, с кем-то подрался. Но это потом было. Вначале я нашел свои штаны и майку, и увидел, что они в крови. И все, тут у меня паника, тут у меня стресс, тут у меня... Что я натворил, блин, вообще? И воспоминания. Я стал вспоминать, вспоминаю, толпа какая-то, что-то обсуждают, что-то ругаются. А это просто мы там про футбол что-то говорили. И вот кто-то там кричал сильно, эмоционально, там рука им махал. А мне показалось, что была драка, что кого-то сильно избили. Оказалось, я просто упал на стекляшку около подъезда. Просто на стекляшку и порезал руку. Все. Испачкал майку и штаны. Вот весь мой... Вот вся моя драка. А мозг, ну, придумывал, там, точнее, показал огромный мультик. Такой мультик с подробностями там. Чем больше вам кажется, что вы воспоминаете, тем больше мозг будет показывать вам страшный мультик. Но потом, когда вы увидите, узнаете, в чем дело, все воспоминания рассеются. И картина встанет на свое место. Мозг начнет собирать ту картину, которая была в действительности. Но так как у вас еще многие клетки погибли, то память отсутствует. И, возможно, мозг не все соберет. Я вспоминал вчера вот это чувство, это все вот ощущение. Конечно, я не могу сейчас вспомнить все полностью. Потому что я уже более... Сколько? Более трех лет, по-моему, я не пил. Хотя в ролике вот в этом записано, что более двух лет. Но уже в апреле было более трех лет. Пошло три года и более. И поэтому я... Мне очень сложно было это вспомнить. Но я попытался и как смог, так вспомнил. Поэтому такие могут быть страхи. Они могут быть и у вас тоже. Поэтому поменьше верьте своему мозгу с похмелья. Это был канал Хочу Жить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всем пока.